Общение без границ. Не было возможности учиться у себя на родине, зато их приняли в Чите. Речь о двух девятиклассницах-близняшках из Монголии, которые обучаются в краевом центре образования для детей-инвалидов. О том, как живут и чем увлекаются единственные иностранцы центра. В сюжете Зарикто Батуева. Дома близняшки Алонга и Салонга настоящие хозяйки и мамины помощницы. На обед приготовили традиционное монгольское блюдо из лапши и мяса – цуеван. Девочки слабослышащие, с нарушением речевого развития. Семья приехала около десяти лет назад из Чайбалсана. Специальных учреждений там нет, на помощь пришли в краевом центре образования для детей-инвалидов. И вот Алонга, так звали по легенде одну из жен Чингисхана, и Салонга в периоде «Радуга» – уже одни из лучших учениц. Мы привыкли в школе. Мне нравится Россия. Хороший преподаватель. Интересный русский язык. Мне нравится в школе. Историй. В свободное время девочки поют и пляшут. Вот, например, на репетиции с преподавателем идет разучивание казачьего танца. Очень одаренные. У них все это получается необычно. Танцуем мы и русские, и эстрадные, и какие-то джазовые направления. У нас и национальные танцы. Совсем скоро Новый год по восточному календарю. Свой подарок готовят и девочки. Пусть язык слов дается им труднее, чем многим, зато язык движений и танцев легко. Немного погодя занятия по жестовому пению. На этот раз Алонга и Салонга вместе с друзьями делятся смыслом и даже счастьем без слов. Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Пусть оно заходит в добудет. Директор Батувь, Сергей Мозыр, Вести, Чита.